Одними из приоритетных направлений государственной политики нового Узбекистана является достижение гендерного равенства, обеспечение прав, свобод и законных интересов женщин, усиление их роли в общественной и государственной жизни. Эксперты ООН и Межпарламентского союза МПС подчеркивают, что тенденции, наблюдаемые в Узбекистане в этой сфере, идут в русле общемировых процессов расширения представленности женщин на самых высоких уровнях государственной власти, устранения гендерного неравенства, увеличения их числа в парламенте, правительстве и судебной власти. В рамках реализации стратегии действий, а также в целях организации последовательной работы по реализации достижения цели устойчивого развития ООН на периоды 2030 года, Узбекистан разработал 9 задач, направленных на обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек. Об этом шла речь в ходе заседания председателей комиссии по вопросам женщин профсоюзных комитетов подразделений АО «Алмалыхский ГМК», состоявшихся 3 мая 2023 года во Дворце культуры «Металлург». В ходе мероприятия в целях обеспечения равноправного участия женщин и мужчин во всех сферах общественно-политической жизни Алмалыхского горно-металлургического комбината, создания равных условий труда женщин и мужчин на предприятии, а также дальнейшего совершенствования механизмов обеспечения гендерного равенства, название комиссии по делам женщин, действующей при Совете профсоюза работников АО «Алмалыхский ГМК», изменено на комиссию по обеспечению гендерного равенства. Отметим, что данное изменение внесено в соответствии с постановлением из Полкома Федерации профсоюзов Узбекистана 25 января 2023 года о гарантиях равных прав и возможностей женщин и мужчин Республики Узбекистан, принятое на основании решения от 15 декабря 2022 года о мерах по реализации закона Республики Узбекистан номер 809 о внесении дополнений и изменений в закон Республики Узбекистан. Согласно повестке дня заседания были обсуждены текущие задачи комиссии, дальнейшее совершенствование ее деятельности, вопросы активизации молодых работниц комбината в возрасте до 30 лет в обеспечении гендерного равенства. Затем была проанализирована деятельность клуба «Кизларджон», состоящего из сотрудниц комбината в возрасте до 30 лет, действующего при данной комиссии. Обсуждены основные задачи клуба. Для справки. Сегодня на Алмалыхском горно-металлургическом комбинате трудится 7 977 женщин. Из них более 1500 занимают ответственные должности в различных сферах. На АГМК ведется систематическая работа, направленная на обеспечение гендерного равенства, своевременного выявления проблем и оказания поддержки женщинам, нуждающимся в помощи комиссии.